Чем звучит Клин? Расскажут наши корреспонденты. Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Елена Плюснина. События, которого так долго ждали православные верующие нашего округа. В Троицком соборе начались работы по восстановлению его центральной части. Свидетелями этого поистине исторического момента стали местные краеведы. Вместе с ними на строительной площадке побывала и наша съемочная группа. Вот здесь было два больших окна, вот видно. А по факту должно быть маленькое окошко, вытянутое по центру. Как было и как будет, рассказывает куратор проекта по восстановлению Троицкого собора Петр Липатов. В 2018 году специалисты реставрационной мастерской провели комплексные исследования. Использовали исторические данные, архивные документы и сохранившиеся фотографии. Кстати, одну из них может увидеть каждый, кто посетит церковную лавку. Вот такие купола были, такие же они и будут восстановлены. Главный вопрос, который волнует клинчан. Как будет выглядеть восстановленная святыня? Специалисты уверяют, Троицкий собор после реставрации, как под копирку, повторит свой исторический облик. Если говорить о Троицком соборе, то он занимает центральное место, как говорят, доминанта на Советской площади. И те работы, которые здесь проводятся, они требуют огромных-огромных затрат. Спасибо тем людям, которые, можно сказать, финансово помогают. Спасибо всем, кто проводит эти работы. И, конечно, какие могут быть слухи? Ведь самые сложные, самые сложные здесь не только построить, но восстановить именно в том виде, в каком и был представлен Троицкий собор. Построенный в начале 19 века, Троицкий собор был свидетелем всех важных событий в стране. В Великую Отечественную он чудом сохранился. Попавшая в здание бомба не нанесла больших повреждений. После войны здесь была столовая. В 50-х решили организовать Дворец культуры. Краеведы рассказывают о необъяснимых явлениях, свидетелями которых стали лично. И вот этих случаев, в которых я рассказываю про эту вахтершу. Я пришел на работу, и никого нет внизу. Я говорю, ну и поднимаюсь на второй этаж. Я говорю, Ирина, что такое? Где? Ну, никого нету. Она говорит, да он носит. Ну, а девчонка темноволосая была, я просто ее... И она сидит, седая девушка. Можно сказать. И вот она... И она в слезах вся она ушла. Я сочетаю ее заявление, там она рассказывает. То есть, сижу я, говорит, уже под вечер, все. И вдруг какое-то дуновение. Я думал, я окно не закрыла. Или что-то еще. А куда одежду сдавали в гардероб? Она такая высокая. Я встаю, говорит, и не пойму, говорит. И у меня там, где царские врата, спускается в схиме монах. То есть, лица я его не вижу, схима, она закрывает, и такая вышивка идет. И голос, я слышу, непонятно. Говорит, что ж вы ироды? Вы же не православные. Что ж вы делаете? Кто ж вам дал право ходить через алтарь? Как бы то ни было, теперь можно с уверенностью сказать, историческая справедливость восторжествовала. У жителей города, как и у их предков 200 лет назад, есть возможность внести свою лепту в благое дело. Передав деньги на восстановление собора, верующие могут приобрести сертификат. Он дает гарантию, что кирпич с именем жертвователя будет заложен в основание купола. Кстати, именно на народные средства в 1802 году и началось строительство Троицкого собора. Татьяна Баур, Иван Першин, Александр Киселев. Новости дня. Ну что ж, на этом у меня все новости. Если хотите поделиться своими, пишите нам в соцсетях. Я же с вами на этом прощаюсь. Хороших выходных. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok